Ну а соратник Алексея Навального, Леонид Волков, сообщил о закрытии сети штабов политика. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, сохранение работы сети, собственно, штабов в нынешнем виде невозможно, так как оно, цитата, «немедленно будет подведено под статью об экстремизме, повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в этих штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает». Волков сообщил, «не поможет никакой ребрендинг, мы не сможем даже сделать вид, что это такая теперь другая какая-то организация. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального». Конец цитаты. С нами на связи Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, который, как утверждает Минюст, выполняет функции на агента. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, Анна. Скажите, пожалуйста, насколько это вообще трагическое и разгромное событие для ФБК, на ваш взгляд? Вот невозможность работать региональным штабам, который был таким политическим достижением Навального и его команды. Ну, ФБК и нашей команде не привыкать к давлению, которое на нас оказывается. Хотя то, что мы видим в последние месяцы, это довольно не беспрецедентно. Нам действительно придется распустить штабы, потому что мы не сможем обеспечивать безопасность наших сотрудников, наших активистов. Но эти люди никуда не деваются. Я уверен, что они найдут себя в гражданской и политической активности. Мы, как и раньше, когда на нас оказывалось давление, перегруппируемся и продолжим свою деятельность в том или ином виде. Как вы считаете, возможно ли умное голосование в нынешней конфигурации, когда, собственно, штабов ваших нет региональных? То есть некому помогать с этой политической какой-то аналитикой, что ли, в регионах, где будут проходить выборы в Государственную Думу? Умное голосование основано, прежде всего, на информационных потоках, на доведении до избирателей имен тех кандидатов, у которых наиболее большие шансы победить единороссов. И это все происходит через интернет. Так что, если интернет не закроют, то, конечно, мы организуем умное голосование так, как никогда раньше этого не делали. Потому что люди будут именно, наша команда будет фокусирована именно на это. Вот если по-человечески, получается, что в этих регионах, в многочисленных штабах, которые, собственно, развивались в последние годы, работали и функционировали в основном молодые люди, идеалистических взглядов, которые, как раз, и рассчитывали на ту прекрасную Россию будущего, на то, что Россия будет счастливой, в принципе. И вот получается такой промежуточный, трагический момент. То есть Навальный в заключении большая часть активистов, которые помогают осуществлять эту руководящую аналитическую работу за рубежом. Сами они лишены вот этих своих объединяющих структур. Каким образом их, собственно, помочь им не разочароваться в принципе в жизни, в политике, в России и так далее? Наша работа началась не вчера, и она закончится не завтра. Наши оппоненты, авторитарная власть, они достаточно сильны, так что нам нужно копить силы, копить организационные и всякие другие возможности для того, чтобы с ней справиться. И мы будем продолжать это делать. Наивно было бы думать, что такой колосс, как система политической и экономической коррупции, которая создана в России, будет легко свалить. Мы продолжим, конечно, над этим работать. У вас есть какой-то план вообще? Все-таки ощущение, что российская правоохранительная система, она все время пытается работать на опережение. Все новые и новые суды, новые и новые процессы. Наверное, просто нет времени вздохнуть, когда, собственно, будет разработана новая стратегия. Или она уже разработана? Учитывая еще, что Навальный сидит. Наш большой план, он, в принципе, разработан давно и он не меняется. Мы считаем, что несмотря на кажущуюся стабильность, текущая власть довольно хрупка и недовольство ей растет. И это приведет, безусловно, в ближайшие годы к серьезному политическому кризису. И наша задача быть сильной организационной структурой в этот момент, иметь миллионы сторонников, иметь сотрудников, иметь сочувствующих, иметь большую организационную финансовую платформу. И вот мы постепенно наращиваем мускулы и готовимся к этому моменту. Это произойдет не завтра, но это точно произойдет в течение ближайших пяти лет, я уверен. Вот вы находитесь в Лондоне. Чувствуете ли вы поддержку среди людей, которые вынуждены уехали за границу, в том числе и в Великобританию? Пытаются ли они из-за того, что так вот как раз давят на вашу организацию в России дополнительно, что ли, с большей инициативой помогать? Или наоборот бояться стигмы? Ну, есть много очень слоев людей, которые помогают. Мы видим, как деятели культуры, международные актеры, писатели, публицисты, они подписывали письма в поддержку Навального. Это один аспект. Мы видим, что пожертвования наших сторонников, они не снижаются, а растут в моменты, когда на нас оказывается особый прессинг. Ну и лично я сужу по каким-то имейлам, по соцсетям. Конечно, поддержка, которую нам оказывается, сейчас она возрастает, потому что все видят, насколько незаконно, насколько абсурдно то, что власть делает, используя правоохранительную систему, используя суды для того, чтобы задавить мирное оппозиционное движение. Спасибо большое. Это был Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК. Хочу напомнить, что фонд по борьбе с коррупцией в России считается иноагентом. Это решение российского Минюста. Ну а кто же те люди, которые работали в этих штабах Навального? Чем они собираются теперь заниматься? Как восприняли вот этот утренний пост Волкова? С молодыми политическими активистами пообщался мой коллега Эдуард Бурмистров. Россия будет счастливой! Россия будет счастливой! Сеть штабов Алексея Навального – целая инфраструктура, выстроенная в десятках городов России. И примерно 250 сотрудников, которые при всех рисках выбрали именно такую работу. И сегодня ее потеряли. Региональные структуры Навального теперь распущены. Их, по словам Леонида Волкова, отправили в свободное плавание в результате давления со стороны властей. Это Алина Аверкина. Ей 23 года. Последние шесть месяцев она занималась социальными сетями штаба в Санкт-Петербурге. И когда я увидела вакансию, я подумала, ого, это же прям вот то, что мне надо. И это, по сути, работа слегка по профессии, потому что связана с политикой. И, с другой стороны, это работа по профессии, которую я сама себе придумала. Ну, то есть реклама, диджитал, соцсети, всякое такое. И, то есть, как бы теперь я могу, могла говорить там бабушкам, дедушкам своим, что да, я работаю по профессии, да, политология, да, Инстаграм. Вот так сейчас выглядят страницы всех штабов Навального. И Аверкиной, которая развивала соцсети, пришлось своими руками удалять то, над чем она работала. Когда мы сняли портрет Алексея там с его автографом, подписью, ну, действительно, у них слезы стояли на глазах, а мне как будто бы... Ну, я это видела, и я снова вот думала, окей, да, это происходит, но я не совсем понимаю. Но когда я вышла из твиттера, штаба, из Инстаграма, я поняла, что это все, это все, это закончилось. И вот это было... Ну, вот я говорю, сейчас у меня какие-то мурашки из-за этого. Работа на оппозицию для Алины связана с недовольством родителей и конфликтами с ними, критикой со стороны некоторых подписчиков. Алина — инстаграм-блогер. И постоянным ожиданием проблем с силовиками. Работа — это я. Не стыжусь, не буду скрывать там и своего портфолио, и своих кейсов. И наоборот, те компании, которые меня не возьмут на работу из-за этого, ну, как бы, это их проблемы, и мне кажется, это не окей. Мурманск. Четыре года штабом Навального здесь руководила 31-летняя Виолетта Грудина. Единая Россия — дно. Ну, это люди, воры и продажные. Накануне закрытия офис штаба обстреляли неизвестные, но задержали все равно Грудину. Впрочем, не в первый раз. Я очень люблю свой город. И как раз-таки я и демонстрирую свою любовь тем, что отстаиваю права и свободы граждан. И мне кажется, это наивысшая степень любви, когда ты вот таким образом жертвуешь постоянно собой и постоянно доказываешь, что ты искренне стоишь за свои убеждения. Веру в перемены бывшая глава мурманского штаба все равно не теряет. Планирует биться с местными единороссами на выборах. Так, чтобы опускались руки, такого не было. То есть были периоды хандры, когда казалось бы, что какие-то события или там моменты преследований действительно так удручали, что ничего не хотелось сделать. Но я думаю, это у всех активистов такое временное явление. Я понимала, что если Алексей при этом всем держится, то мне и подавно нужно держаться. Хотя и в моей жизни сейчас с объявлением о выдвижении меня на выборах, на выборы, разворачиваются различные события, от которых хотелось... Ну, многие люди, с которыми я периодически вижусь, предлагают мне уехать, все бросить и перестать заниматься политикой. Мы их не боимся, потому что мы с вами, и Россия — это наша с вами страна. Продолжить политическую борьбу в своем регионе планирует и бывший координатор штаба в Нижнем Новгороде Роман Трегубов. Его история в структурах Навального началась с одного из московских митингов. Мне там знатно прилетело от полицейских. И два штрафа тоже сразу прилетело. И я как-то вот... Ну, вот это был поворотный момент вообще в моей политической жизни, так скажем, что я это воспринял даже как бы как личную обиду, как личный удар. То есть почему меня кто-то вдруг будет затыкать, какой-то дегенерат, и я буду молчать. Главное сейчас, говорит Трегубов, сохранить команду, придумать новый проект и запустить сбор денег. Мы ставим перед собой такую задачу — создать что-то новое. Ну, и от этого тяжело, что сейчас нужно будет очень много работать над теми задачами, которые, в принципе, на данный момент решены. То есть как бы уже существовал штаб, а сейчас надо создавать какую-то новую инфраструктуру. Ну, да, нужно привлекать людей, нужно что-то делать, и вот предстоит много работы. На самом деле никакого отчаяния нет вообще. Выключайте микрофон. Мы выйдем на митинги, мы выйдем на пикеты. За сквер. Здесь у нас молодой человек митингом призывает. 22-летний Александр Маркин был самым молодым координатором из всех штабов в России. Возможно, да, я еще жизни не видел, но у меня, так же, как и у любого человека, достигшего 18-летнего возраста, есть право голоса в моей стране. И, ну, у нас просто это есть по закону. Штаб в Брянске был закрыт еще осенью прошлого года из-за оптимизации. Маркин продолжил заниматься уличной политикой, приезжал на акции в Москву. Отчаяния абсолютно точно нет, и никому не советую в этой ситуации отчаиваться. Веры стало меньше, но, конечно, единственное, что нам остается, это работать на приближение прекрасной России и будущего. Сейчас главный брянский сторонник Навального – свидетель по уголовному делу о перекрытии дорог. У активиста провели три обыска, изъяли технику. Но Александр решил не отчаиваться, а вместо этого открыть собственный политический ютуб-канал. Сейчас в планах восстановить технику после обыска и заниматься дальше живым регионом, своим проектом.